Усиление поддержки приемных семей, активное использование муниципального жилищного фонда. Такие пути, решение проблемы предоставления жилья детям-сиротам, обозначили сегодня на заседании правительства области. Обсуждение продолжалось около получаса, вопрос рассматривали с разных точек зрения, делая акцент на том, что только бюджетными средствами ситуацию не изменить. В этом году право на обеспечение жильем имеют 715 детей-сирот. Всего их в области проживает 3756. Вопрос по-прежнему в регионе стоит остро. Одна из причин, по словам первого заместителя руководителя Департамента образования и молодежной политики Елены Сергеевой, недостаточное финансирование из федерального бюджета. На данный момент доля этих средств не достигает 20% от потребности. Всего в 2016-м регион на предоставление жилья детям-сиротам планирует затратить 178 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы обеспечить квартирами и комнатами не менее 159 человек. Второй момент – неосвоение муниципалитетами цельвых субсидий. Заявки на получение финансирования еще не предоставили Бательский, Мышинской и Солецкий районы. Великий Новгород освоил средства в полном объеме, но направил их на оплату контрактов, заключенных в прошлом году. Первый вице-губернатор Вероника Минина подчеркнула, что важными задачами на пути решения данной проблемы должны стать, во-первых, ревизия муниципального жилого фонда, а также поддержка приемных семей. В них сейчас воспитываются 92% детей-сирот. Мы изучили опыт других субъектов. Сегодня политика государства на то, чтобы дети, которые остались без попечения родителей, росли в приемных семьях. Этот вопрос надо не забывать. У нас сегодня принят областной закон, где мы выплачиваем без возраста детям порядка 104 тысяч пособия по усыновлению. Поправьте меня, Лена Евгеньевна, так? Да, правильно. Есть предложение при формировании бюджета на будущий год увеличить это пособие тем семьям, которые усыновляют детей, до 500 тысяч. Кроме того, на заседании была озвучена проблема отказа в детей-сирот от предоставляемой им жилплощади. Есть случаи в районах, когда ребенку-сироте предлагали несколько вариантов, но все были отвергнуты. Соответственно, он задерживал всю очередь. Как поступать в таком случае в законах не прописано. Сенатор Александр Коровников отметил, что этот вопрос обсуждался недавно на круглом столе в Совете Федерации. Ситуация характерна для всех регионов страны. Пусть наше правовое управление, наше законодательное собрание посмотрит правовую сторону этого вопроса. Я готов, как инициатор законодательной инициативы, внести поправку в федеральный закон по этому вопросу. Либо самостоятельно, либо вместе с законодательным собранием в нашей Новгородской области. Все предложения, касающиеся обеспечением жильем детей-сирот, будут проанализированы и рассмотрены с правовой точки зрения. Подробнее о заседании правительства в наших вечерних выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok